Диана Шурыгина Спасибо, Юра, что пригласил, потому что сегодня я смогу рассказать наконец-таки всю правду Дамы и господа, вся история Дианы Шурыгиной, как она произошла, такого вы не видели на Первом канале Пусть говорят только здесь, на канале Хованского, Настоящая Правда, Диана, валяйте Все началось с того, что я шла домой из школы У меня был красный шарик в руках, потому что мне его подарили за хорошие оценки Я пришла домой и сразу начала читать Библию Как-то вдруг мне позвонила моя хорошая подружка из воскресной школы И она сказала, Диана, у нас будет собрание за городом, мы будем читать Библию с девочками Она сказала, с девочками Я спросила, в каком-то ДК это все будет происходить? Ну, мы обычно в ДК собираемся в воскресных школах Вот, она сказала, нет, в коттедже В коттедже, Диана, да? И вы поехали за город в коттедж? Я, безусловно, выслушав ее внимательно, немедленно продвинулась в сторону коттеджа А что это у вас такое интересное? Да, я просто в похмелье, Диана Вы можете меня, так сказать, извинить? Я, как бы... Это рейт лейбл виски? Рейт лейбл, да А что такое вам? А можно мне и налить немножечко? Ну, немножечко, только я просто... Да, донышке Мне очень тяжело вспоминать события той ночи. В общем, я приехала в коттедж. И там, помимо всего прочего, были мальчики. И они предложили выпить мне. Ну, я никогда до этого не пила. Но тут не смогла отказать. Уж очень хорошая компания собралась. И мальчики на вид такие приличные были. Диан, Диан, сколько вы выпили? Сколько? Ну, что считать-то на самом деле? Если так, 2-3 рюмочки. 2-3 рюмочки. Стаканчика. Стаканчика. На донышке. На донышке. 2-3 стаканчика на донышке. 2-3 донышка вы выпили. И что происходит? Ну, я сразу стала вот в неадекватном состоянии. Вот. Меня стало кидать с одну на другого. С другого на другую. С другого на другого. С другого на другого. И тут попался мне... Я попала Сергею. 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 Вы попались. Сергею. Он сказал мне, Диана, пойдем в комнату. Ну, мы и ушли в комнату. Сколько вы тогда выпили, Диан? Немного. 5-6 рюмочек. 5-6 рюмочек. Стаканчиков. Стаканчик. На донышке. И мы пошли в комнату. Сергей стал меня трогать своими руками. Вы протестовали? Очень сильными руками. Конечно, я протестовала. Блин, мне 17. Ну, не особо. Я была в состоянии алкогольного опьянения и протест... Протест... Не могла. Он повалил на меня кровать, на лопатки. И начал трогать мои груди. Очень сильно сжимать мои груди. И мне даже было приятно. Но это потому, что я выпила 8-9 стаканчиков. Всего-то 8-9 стаканчиков. На донышке. На донышке. Выпила. И мне сразу... Он начал... Вот. Изнасиловал меня потом. Один раз? Сначала один. Потом я попросила его. Но я была в состоянии алкогольного опьянения. Еще раз. Ну, то есть, как бы, это не вы просили. Это... Алкоголь. Алкоголь просил. И я просила. И вы, главное, вы же сказали, что вам нет 18-ти? Естественно. Я что, дура? Так. И что произошло после того, как он... Пришел, потом второй мальчик. Когда ушел Сергей. Когда ушел Сергей. Сергей, то есть, получается, изнасиловал вас два раза. Сначала он, а потом еще один мальчик изнасиловал меня. Вот. Как только ушел Сергей, я была в состоянии аффекта. Я не могла просто... Ну, вот ничего не могла, кроме как пить водку. Я пила и пила, пила и пила. И тут второй мальчик. Ну, он, кстати говоря, хороший мальчик. Он не сидит сейчас. Он сейчас не сидит. Сергей сидит. Он потому что мерзавец. А что насчет слухов о том, что второй товарищ не сидит, потому что отдал вам миллион рублей? И, дескать, только поэтому избежал срока. А первый не отдал. И поэтому сидит. Значит, мы встретились с родителями второго мальчика. У него очень хорошие и богатые родители, и сам мальчик хороший. Мой папочка сразу поговорил с отцом второго мальчика, хорошим достаточно отцом и богатым. И оказалось? И оказалось, что это просто было недопонимание. Мое и его. Все было нормально. А, то есть не было изнасилования? Конечно, не было. Да просто не поняли мы. Я уехала домой на BMW. Очень хорошая машина, кстати говоря. И мы, конечно же, стали сразу против Сергея дело возводить. Вот, да. Ну, а как поменялась ваша жизнь, Диана, после всего этого? Пусть говорят, после общественной травли, после всего того порицания, с которым к вам относятся. Я именно поэтому к вам и пришла, Юрий. В первую очередь, я хочу сказать, чтобы люди перестали меня травить и считать виноватой в этой ситуации. Потому что я не виновата. Потому что я выпила каких-то 15-14 стаканчиков водки на донышке. Вот. Вы закончили с списками изнасилованиями? Мальчиками, может быть? С мальчиками? Нет, я не закончила. Я хочу теперь быть блогершей. Рассказывать про мою жизнь в Ульяновске. Вписки, чтобы были показаны. Ну, исключительно... Как у целевой. Как пример. Как нравственный пример. Не как показывать мою другую сторону медали. Ну, Диан, вы же задержитесь тут сегодня, правда? А вам сколько уже? 18? 17? Конечно. Нет. Вы же предупредите меня? А нет. У нас же не будет вот такой хуйни, правда? Точно? Что? Нет, нет, точно? Ну, я думаю, мы договорились. Дамы и господа, Юрий Хованский, Диана Ширыгина подписывайтесь. Я думал, ты чёкнуться со мной хочешь. Спасибо, Надеюсь. А, ну... Подписывайтесь на канал и... Ставьте лайки и всего вам доброго. У кого-то будет жёнышки. Надон...